Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ситуация такая, я встречался недолго с мужчиной, 4 раза, примерно это 3 недели. Мужчины из соседнего города познакомились на сайте знакомств. 42 года, симпатичный, обеспеченный и очень закрытый. Сам говорит, что в разводе, но ко мне приезжает, когда ему удобно, и пропадает, когда уезжает в свой город. Может не отвечать по полдня, не пишет сам, почти. Встреча проходит в ресторан, прогулка, отель. Я предлагал приехать в его город и погулять там, но внятного ответа не получила. Как мне построить общение, чтобы услышать правдивое положение вещей? Например, я женат, планирую встречаться с тобой время от времени. На прямые вопросы он отвечает, я не женат, в разводе год. Про свои намерения отвечает, ничего не планирую, время покажет. Но моё замечание, что мы почти не общаемся вне встречи, он пропал в неделю. Он не писал, я не писал. Потом сам появился и несколько раз сказал, могла бы и сама первая написать. Складывается впечатление у меня, что он женат, но хочет, чтобы я сама за ним бегала на его условиях. Хочется услышать это от него лично и знать, что я не ошибаюсь и себя не накручиваю. Пишет Екатерина. На что здесь в первую очередь хочется обратить внимание. Вы пишете, что встречались недолго с мужчиной. Четыре раза примерно три недели. Вы пишете об этом в прошедшем времени. То есть как будто бы сейчас, на данный момент вы уже с мужчиной не встречаетесь. Надо бы уточнить, так это или нет. Но пока что я буду исходить из того, что вы всё-таки встречаетесь. Так вот, так вот. Для такого небольшого количества времени, что вы встречаетесь, довольно странно мне было заметить, что у меня появилось ощущение давления с каждой стороны. Ощущение, как будто бы вы, ну что-то типа давите на мужчину, чего-то. Как будто бы требуете от него. И как будто бы вы хотите от него какой-то чёркости и определённости. Проблема здесь заключается в том, что человек не обязан вам эту самую определённость давать. То есть он, конечно, может это сделать. Он может дать вам эту определённость, но не обязан. И вот момент заключается в том, что вы будете делать, если человек вам не хочет давать. определённость. Ведь в этом случае вам нужно, наверное, допустить. В этом случае вам нужно допустить, в этом случае вам нужно, получается, признать, что вы самостоятельно, опираясь на себя, принимаете решение. То есть вы самостоятельно опираясь на себя, решаете, как вы реагируете на эту ситуацию. Что она для вас значит? Как вы сами расцениваете её, эту ситуацию? Как с точки зрения, например, ваших собственных ценностей эта ситуация выглядит? И вот у меня такое ощущение, что ваше стремление, ваше желание добиться от человека Прямого ответа связано с тем, что вы не доверяете себе. Это связано с вашей тревожностью. По большому счёту. И этот момент, на мой взгляд, вам и нужно в первую очередь разобраться. Именно, именно этот момент. Пойдем дальше. Вы пишите, мужчины из соседнего города познакомились на сайте знакомств. Здесь тоже довольно интересный момент, потому что интересно, как вы пришли, условно говоря, к тому, чтобы знакомиться на сайте знакомств. По моему опыту, люди не случайно оказываются на сайтах знакомств. Люди оказываются на сайтах знакомств в результате определённого, так скажем, не совсем может быть удачного опыта общения в реальном мире, с реальными людьми. И нужно понимать, что знакомясь на сайтах знакомств, вы способствуете образованию тому, что называется лутизмом. То есть, когда к человеку формируется только, ну, исключительно вот материальное такое отношение, материальное такое восприятие, вот. Исключительно завязано на пользу, на удобстве, на комфорте, да. Вот, но не связано никак с духовностью, вот. То есть, это тоже очень важно понимать, очень важно понимать и видеть то, вот, собственно, каким образом мы оказались на сайте знакомств. Вот. То есть, ну, одно дело, одно дело, если, если вы случайно, да, то есть, случайно, ну, случайно познакомились с человеком, вот, просто там, допустим, ну, к примеру, вот. Наличие свободного времени, вот, зашли на сайт знакомств, да, и так вышло, вот, что вы познакомились, значит, с человеком. В этом смысле все окей, и в этом смысле так действительно бывает. Но если вы как-то целенаправленно шли на сайт знакомств, вот, и целенаправленно знакомились с мужчинами на нем, то я все-таки думаю, что это повод этот момент преследовать, потому что знакомиться на сайтах знакомств, как я уже сказал, что решение далеко не самое лучшее, если мы хотим, ну, выстраиваться корректные отношения. Да? Качественные и так далее. Далее, 42 года, симпатичный, обеспеченный, очень закрытый. На первом месте у вас возраст, на втором месте симпатичный, на третьем месте обеспеченный и на четвертом очень закрытый. В таком приоритете расставляется ваша симпатия к человеку, если я правильно понял. Сам говорит, что в разводе, но ко мне приезжает, когда ему удобно и перепадает, когда уезжает в свой город. Это вопрос к вам, приемлемо для вас такое или нет. Может не отвечать по полдня и не пишет почти сам. Опять же, это вопрос к вам, приемлемо ли для вас такое поведение. Встречи проходят, ресторан, прогулка, отель. Опять же, вопрос, приемлемо ли такое для вас? Как вы встречаете его отношения, его выбор проведения времени с вами? Я предлагал приехать в его город и погулять там. Для чего? Зачем? Понимаете, в свете вашего текста, может быть, из-за некой, скажем так, концентрированности, может быть, еще из-за чего-то. Но мне лично показалось, что вы к нему вот хотите приехать, хотели, точнее, к нему приехать, вы хотели к нему приехать для того, чтобы его проверить, чтобы убедиться в том, что он не женат. То есть, вот попробуйте для себя, попробуйте для себя определить, зачем, зачем я хотела в его город, для чего это мне нужно было. Не в смысле того, что это что-то неправильное, не в смысле того, что это что-то ненормальное. Нет, не в этом смысле, а именно в смысле исключительно только того, зачем это вам, чего вы хотели в этом для себя. И вы предложили человеку приехать в его город для него или для себя. То есть, это вот на что здесь была направлена ваша активность. Это тоже важно. Дальше. Как мне построить общение, чтобы услышать правдивое положение вещи? Никак. Если человек не хочет вам говорить, он и не будет вам ничего говорить. Ну, в смысле того, что заставить человека невозможно. Например, я женат, планирую встречаться с тобой время-то времени на прямые вопросы, но отвечает я не женат, а разводе год. Почему вам так это важно? Я понимаю, может быть, я понимаю, ну, ценность этого. Я понимаю, почему вы хотите знать. Знать он или нет. Но, на мой взгляд, очень важно понимать, вы это делаете в рамках продвижения своих целей. Например, или вы это делаете в контексте борьбы с вашими опасениями и страхами. Например, опасениями того, что вас могут использовать. Да? Как вариант. При своей намерении отвечает, ничего не планирую, время покажет. А каковы ваши намерения? Почему вы так интересуетесь его намерениями? Понимаете, такое ощущение, что намерения человека, да, намерения, именно намерения человека для вас более важны, чем ваши собственные намерения. То есть такое ощущение, что зато сами, как вы говорите, небольшое время, что вы общаетесь. Такое ощущение, что вы уже от человека эмоционально зависимы. Ну, может быть, может быть выражение эмоционально зависимо не совсем корректно. То есть, ну, то есть, понимаете, да, что может быть, ну, может быть, то, что я сказал, да, может быть это не совсем верно. То есть, вы, может быть, ну, логично, допустим, посчитаете, например, что вы не эмоционально зависимого человека. И я не буду с вами спорить, у меня нет такого желания, вот, у меня нет желания с вами спорить. Но, на мой взгляд, все же, имело бы смысл для вас этот вопрос рассмотреть. Там, то есть, вот, а не сильно ли я погружаюсь в человека. Но мое замечание, что мы почти не общаемся с вами вне встречи, он пропал на неделю, потому это вы давите. Это давление. И вопрос заключается в том, чем это давление вызвано. Одно дело, если это ваши ценности, одно дело, если вы уверенно продвигаете свои интересы. Но тогда вам и нужно отвечать за это, если человек не соответствует вашим ценностям, не поддерживает ваши интересы, то это не ваш человек. Он не писал, я не писал, а потом сам появился несколько раз. И несколько раз сказал, могла бы и сама написать. И как вы на это отреагировали? Складывается впечатление, что у меня еще женат, но хочет, чтобы я сама за ним бегала на его условиях. Я боюсь, что в данном случае, не имея доказательств того, что он женат, в данном случае, выглядит так, как будто вы проецируете на человека свои собственные страхи. Так это выглядит, к сожалению. Хочется услышать от него лично и знать, что я не ошибаюсь. Вот эта история про неуверенность в себе. Потому что вы не готовы сами принять решение и взять за него ответственность, то есть признать и допустить вероятность ошибки. Вы это не можете сделать, в данном случае, локально. Я подчеркиваю. Локально. По причине того, что мужчина для вас может быть сильно важен. Вопрос только в том, чем он для вас важен. Я подозреваю, что с учетом того, что уже было мной сказано, мужчина для вас важен в рамках решения какой-то вашей потребности. То есть вы с ним встречаетесь, судя по всему, не из чувства избытка. То есть что это значит? Это значит, что вы с ним встречаетесь, но не из желания дарить человеку, например, свое время, внимание, тепло, любовь и заботу. А из потребности что-то для себя получить. И то, что вы хотите для себя что-то получить, абсолютно нормально. Но лучше бы, чтобы это было не завязано только на одном человеке. Потому что вы сами видите, какая получается ситуация. Вот такая история. На мой взгляд, у вас есть проблема с самооценкой и тревожностью, уверенность в себе. Сложность в принятии решений. И с этим в первую очередь нужно работать. Во-вторых, надо бы развивать внимание к себе. Замечать, как вы реагируете, как вы откликаетесь на то или иное, что происходит между вами. И определиться с чувствами к этому человеку, как и у вас чувства. Потому что, исходя из того, что вы написали, ну, человек действительно хочет просто проводить время, просто без обязательств. И это нормально с учетом того времени, что вы знакомы. Ни у вас, ни у него. За такое время не могло возникнуть сильных чувств. Или у вас уже возникло. А что это тогда за чувства? На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Подписывай. Синий смыль. Продолжение следует. Продолжение следует...